ребят всем привет начнем видео с ответов на ваши письма вы нам пишите переживаете как вы там сергей светлана отзовитесь все ли у вас в порядке как у вас прошел день ночь ничего у вас там не случилось ребят отвечаю все у нас в порядке взрывов не было слава богу были сирены ну в принципе так все я же говорю порядке все нормально слава богу ребят сегодня хочу поделиться с вами одной новостью наша подписчица ольга с киева написала нам на почту и попросила чтобы я рассказал ее историю и выложил ее здесь в ролику ну вот собственно говоря у нее возникла такая неприятная ситуация с его подругой ее подруга год назад уехала в польшу они поначалу там с ней общались поддерживали связь ее подруга там жила на пособие на какие-то денежки и там выделили приют где она жила вот в хостеле ну вот буквально как-то за последние полгода они не поддерживали связь то она и писала то отвечала есть потом перестала вот и подруга как бы немножко запереживала там за свою подругу в которой в польше и решила как-то ей сама написать почему она как бы забыла про нее не поддерживать связь и все такое она говорит зашла на instagram страницу говорит мягко говоря она удивилась очень сильно потому что до этого подруга там как бы ничего не вылаживала на своей странице то есть там последнее время говорит она увидела всякие тусы всякие фотки новые друзья где-то в кафе не там гуляют выпивают в общем веселуха в общем она там ходит гуляет фотографируется по городу там вот в этом польше в общем она и написала сама узнать как у нее там дела ну она начала сразу же жаловаться мол типа дне тяжело пособия не хватает вот пришлось устраиваться на работу недавно горничные взяли в гостиницу как ей сложно как и тяжело как она вообще тут соскучилась за подругой как она переживает за украину как она там новости читает каждый день в общем ну подруга как бы у нее спросила ольга говорит а почему ты как бы не пишешь не звонишь она ой-то все вся в делах вся в работе все такое в общем ольгу возмутила и она как бы говорит я не понимаю что с ней случилось ну она увидела в ней в этой подруге лицемерие она изменилась говорит и она просит как бы совета что с ней что ей делать какие разорвать эти отношения с таким человеком или нет судя по ее прошлым вот фотографиям который последний на вылажив что она там нашла себе компанию во первых там у нее что она каждый выходные там где-то гуляет тусит в общем ее возмущает что она якобы врет что она там за украину переживают она там работает она здесь не захотела помогать стране экономически здесь остаться работать платить налоги поддерживать то есть ребят ольга очень обеспокоилась этим вопросом и попросила как бы чтобы дали ей совет что и делать в общем ну ольга что вам сказать по этому поводу от себя честно говоря тут такое двуличная ситуация и знаете не могу вам точно ничего сказать точно вам что-то предложить могу сказать одно если человек лицемерный то лучше с таким человеком ничего не иметь в общем может ребят вот так такая ситуация напишите в комментариях были ли у вас подобные может и есть сейчас как вы относитесь таким людям поддерживаете ли с ними связь вот пишите потому что ольга реально беспокойно и не знает что ей делать ну ребят а мы дальше продолжаем наш ролик не переключайтесь света решила красоту навести я глаз так не выпадет как у собачки да у некоторых выпадают маленьких собачек не знаю как этом порода не помню да чихуахуа у них выпадает гладок ну это вообще и для меня это какой-то я думал это прикол говорят собак я глаз выпал а потом нет не хочет себе такую собаку капец какая-то собака стрёмная они симпатичные просто тушу на симпатичный думаю оставлять когда он выпал вообще прикольно ты любишь маленький собачек я люблю хаски а лапу а лапа не собака так лапа кошка вот именно он говорил я не люблю кошек теперь спит с ней постоянно на руки он лезет кошка и ко мне лезет не так я не всегда я беру почти все на мы чаще я работаю не никогда брать ее на руки ты без телефона не может это все дело докрасить я пришел и ты выключаешь свои любимые эти сериальчики как можно смотреть ну конечно не понимаю как ты это можешь смотреть румянцы себе делаешь красным надо у нас еще один маленький ребенок поэтому ребенку уже два года или больше два года и семь дней и семь дней ты даже помнишь это и девятнадцатого января ее дату рождения ну фига себе ну вот нам два годика такое ощущение что нам два месяца да до рождения Тимке мы ей больше внимания уделяли мы с ней игрались каждый день господи я помню как мы ее только взяли котенком полгода шо она тут у нас творила я не хотел ее брать она тут просто такое творила на двери на ручке прыгала на шкафы прыгала такая неадекватная я говорил свете нафиг мы взяли я больше всего боялся что она тут квартиру разнесет это был сложный период наверное все дети такие да ну сейчас у нас Тимка такой сейчас у нас Тим исполняет по шкафам начал лазить открывает шкафы везде лезет начнет ходить то конечно еще будет веселее нам походу лапа давай не ленись не ленись давай лентяйка стала не ну когда у нее настроение есть поиграться то она тоже носится по дому тут лениться всех ребят спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца ставьте лайк если видео понравилось также пишите комментарии и не забывайте подписаться на наш канал если еще не подписаны а мы с вами прощаемся до завтра всем мира и добра пока субтитры делал DimaTorzok